И всем привет, ребят! С вами Сорван Кусю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре будет одно очень интересное устройство, которое я, если честно, хотел уже протестировать давным-давно, так как в последнее время оно в матчмейкинге встречается очень и очень часто и все больше и больше доставляет неприятностей противникам и мне в том числе. Это устройство, которое может моментально отключить ваш овердрайв и законтрить, расстроить, затильтить любого игрока. Это устройство на молот, молот с оглушением. Именно его мы сегодня вместе с вами протестируем. Посмотрим, как он себя проявляет в рамках матчмейкинга, реально ли на нем занимать первые места, ну и насколько жестко можно дезморалить оппонента, играя с этим устройством. Будем стараться отключать овердрайвы, ну и рассмотрим это устройство, почему оно настолько жестко работает в матчмейкинге. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, где мы тестируем всякие интересные устройства, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунточке устанавливайте ему личный такток темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. К этому молоту сегодня мы будем использовать Крусейдера, корпус который является, ну наверное, одним из, если не самым лучшим корпусом в нашей игре. Ну и попробуем все это дело запикать, ну наверное даже быстрый бой. Давайте просто пикаем быстрый бой, что нам предложит матчмейкинг, в том мы режиме и сыграем. По дрону пока что у меня стоит кризис, если вдруг на кризисе будет некомфортно играть с этим молотом, то мы по ходу боя просто переоденемся, возьмем того же условно Гипериона. Ну а так посмотрим вообще, как с кризисом будет урончик работать, и насколько все это дело будет эффективно работать. Ух, закидывает меня просто на шикарнейшую карту для реализации, мне так кажется. Перекресток в режиме регби, и сразу же первым молотом залетает у нас крит. Если что, здесь каждый третий выстрел стабильно крит залетает по оппоненту, и каждый крит, ой, каждый крит и каждый третий выстрел. То есть у вас есть возможность даже с одной обоймы дать сразу же несколько критов по противнику. Единственное только то, что здесь целых три резиста есть у противника от молота, но ладно, этот момент мы, наверное, опустим, ну и очень жестко можно именно контролить прожатие овердрайвов, чем мы в рамках этого боя и займемся. Ну и понятное дело, что хотелось бы сыграть тоже по доставке, чтобы мы эту катку быстро, досрочно смогли выиграть. По первым моментам, по первым выстрелам, я сказал бы, что очень сильно видна вот именно та идея оглушения, и я бы вообще сказал, что в моменте даже этой оглушки чересчур, чересчур сильно много, да? Когда ты играешь против этого устройства, и когда ты играешь без иммунитета от оглушения, в моменте выглядит очень больно, прям очень больно. Я терял, ну, наверное, процентов 50 овердрайвов овердрайвов в боях просто из-за того, что играл против этого молота, и он мне своими выстрелами отключал как раз-таки возможность прожатия. Так, здесь у нас очень много громов, я смотрю против громы. Что там было еще? Гром. Шафта, наверное, сменим. Скорпиона ставим и магнум оставим. Вот такой вот резист возьмем. Ааа, от шафта я снял, от шафты были. Боже, надо было немножко по-другому поменять. Ну, ладно. Главное, что у меня от грома есть резист, там гром на дальность стоит очень плотно, накидывает. Пробуем дать сразу же ООД. Под пробитие двух оппонентов сразу сливаем. Крит у нас, кстати, залетал по-последнему. Ну, и пробуем сыграть под доставочку. Вот видите, оглушение залетает и в мою сторону тоже. Так, ну и сразу оглушку даем этому замечательному Аресику. Он хоть и на дальность там пытается что-то сделать на своей базе, но я думаю, что мы сейчас на подъездах как раз таки к нему сможем реализацию нашего вооружения на максимум здесь показать. Так, даем сразу оглушку по двоим. Шикарнейшая при том оглушка двойная. Срабатывает первая скрита, вторая с третьего выстрела. Ну и пока что выглядит все очень круто. Выглядит прям максимально круто, да, и кстати, вот молот, например, против тоже, мне кажется, такой же самый с оглушением играет здесь, да, потому что он мне тоже оглушку какую-то накидывал. Овердрайв у меня появляется. Оставим, наверное, этот овердрайв на доставочку. Сыграем под подборчик. Пробуем этого, кстати, Крусейдера тоже здесь забрать. Ну, либо же можем прожать тут овердрайв. Не знаю, даже есть ли в этом смысл, нету смысла прожать. И тут оудишки. Наш тиммейт пытается врывать под доставку. Кстати, можно было дожать. Шарелла залетает от ареса, но она не сказать, что четкая. И лаг сервера дополнительный происходит, скидывается флаг, вернее, мяч у нашего тиммейта. Шарелла залетает от оппонента уже. В подборчик играем. Так, и было бы неплохо, наверное, даже овердрайв вот такой вот выдать, чтобы наверняка слить здесь противников. Ах, оглушки-то у меня не было после перезарядки баллона. Если поглушка была бы по этому шафту, можно было бы сразу ему сбить сводку и постараться сразу сыграть под доставку. Но, к сожалению, не получилось немножечко этого реализовать. 9 минут у нас остается до конца Крусейдера молот вражеский. А, кстати, он с поджогом играет Крусейдера молот. Я думал, что он с оглушением. А кто у них с оглушкой играл? А, уже нету. Уже нету противника, который играл с оглушением. Так, а где мяч? Мяч скинули в киллзону. А зачем кидать в киллзону? Мяч было не совсем понятно. Да, ну и мой резист, конечно, то, что я не взял респ от шафта, это теперь заставляет меня больше раз уходить на респ, где я мог вообще не респиться. Да, ну ладно, это уже такая темочка глупостей и ошибок. Ну, а реализация молота выглядит пока что очень жестко. Очень жестко. Вот эти вот криточки, особенно, когда у тебя залетает крит не только с последнего выстрела, но и с вот с такой позиционки, то есть с первого выстрела залетает либо двойной крит подряд. Это выглядит очень и очень сильно. я меч сегодня подберу. Вокруг мяча просто катаюсь. В минус не падаем. Пытаемся раскрутиться и теперь через лево Ага, у вас пик-бомбочку ставит, понял. Падаем на низ, даем оглушку у вас по шафту позиции. У меня пока что ситуация здесь немножко получше смотрится. Ну и, кстати, с кризисом можно играть с этим молотом. Я думал, что кризисом будет тяжело его реализовать, но на самом деле реализовать можно и в принципе это все дело работает. 2.0 мы ведем на досрочку по ходу дела мы здесь не залетим, но как минимум на еще пару доставочек я надеюсь, что мы здесь сможем выйти и пока что нам надо вот этого викинга шафта подстопить, чтобы он так быстро под доставку не влетал. К слову, я, кстати, пока что еще ни одного овердрайва противнику не отключил своим молотом. Надо попробовать поймать как раз таки этот шикарнейший тайминг. Я знаю насколько это дизморально со стороны оппонента, когда ты так отключаешь овердрайв, потому что сам привык чувствовать боль. О, кстати, двойное молота, ну и поэтому это устройство на сегодняшний момент времени ну, наверное, является самым бесячим устройством с оглушением, которое есть в нашей игре. Так, 87% овердрайва, нам было бы неплохо попробовать сейчас прямо выйти под доставку меча, потому что у меня будет сейчас оудишка и единственный противник, который здесь может шареллу давать. Пробуем раскрутиться через лево и просто на нитре войдем в доставочку даже без прожатия овердрайва. Шикарно сливаем ареса, который минки там расставлял. Еще подстопливаем еще одного типа, просто плюс накидки по викинга шафту, играем в подбор меча, сразу добавляя оудишку по аресу, но наш тиммейт ее блокирует. Так, и сразу на врывалову с нитрой шафт. Шафт, конечно, да, это супер противно, когда у тебя нет резиста, и тогда он наносит очень много урона. 550 очков в рамках этого боя у нас уже имеется. Ах, вот сейчас бы криточек вылетел, было бы прям просто шикарно, но крит не залетает, но все равно быстро сливаем вражеского шафта. Пробуем по Харик, по Харику, говорю, по Крусейдеру накинуть. Так, еще по Викингу. Ну и меня здесь сливают. 590 очков, 5 минут до конца, можно спокойно выйти на 1000 в этом бою, может быть, даже на большую, чем 1000. Так, ну и задача сейчас сыграть под доставку. Наш тиммейт вжимается, аптечку прожимаем, пробуем доехать. И оглушение шикарнейшее просто по рельсе срабатывает в тот самый тайминг, когда он мне мог дать выстрел и мог меня слить. Я просто наношу ему молот с оглушением и он остается ни с чем, просто ни с чем, а я остаюсь с плюсовой доставочкой для себя. Вот такие моменты. Реализация наша, конечно, работает просто великолепно. Так, пробуем забрать здесь Хан... О, Хантера. Боже, я уже с этим Крусейдером перебрал все. Харек, Хантер, а это же просто Крусейдер. 22 килла, попытка увоза от противника. Викинга Смока здесь едет. Оглушение даже не дотягиваю я по ней. Так, ну и давайте, наверное, просто вот так овердрайв нажмем. Особо даже, я думаю, здесь не буду. Сыграю под купол. Максимально вылечимся. И теперь попробуем агрессивно запушить базу противника под доставку. Оглушения у меня нету, но ХП хватает под доставочку пятого мяча. Ну и по сути, наверное, даже можно здесь попытаться сделать досрочку. 775 очков. Практически все мячи доставил я на своем Крусейдера Молоте, что является очень и очень хорошим результатом. Шикарнейшая дополнительная оглушка срабатывает еще по оппоненту. Минусуем просто Викинга Шафта. Это сразу показывает, что этот игрок играет с телефона. Если бы он был бы не с телефона, он бы так бы легко бы здесь в минус бы точно не упал. Так, ну и оглушаем рельсу. Еще оглушаем рельсу. Ну и Викинга Рикошет просто вжимает овердрайв. Была бы у меня аудишка, можно было бы здесь сейчас реализацию показать. Титан просто выкидывает мяч в киллзону. Вот так вот. Вот так вот решает он играть. Он даже не хочет там борьбу какую-то показывать. Он просто берет в киллзону сразу на бруску делает. Тарелла залетает от нашего тиммейта. Дадим так просто викингу оглушение, чтобы ему тоже немножечко здесь было некомфортно. Так, оп, и по викингу рикошетику сразу овердрайв хантеру. Вернее, викингу даем здесь еще добавочки рельса на накидку. Наш тиммейт скидывает под меня мяч. И что самое главное, что здесь критс среднего расстояния он уже наносит максимальный урон, да, и плюс ты еще наносишь максималку, плюс еще оглушение по противнику срабатывает. Это прям очень вкусно работает. Блин, не успел доставить. Сейчас бы вот эта шестая доставочка была бы очень даже кстати. Титана рельса в этот момент будет кидывать мяч в киллзону или не будет? Нет, вроде как он в этот раз решает просто поехать и попробовать. Все-таки 5-0 достал счет. Уже в киллзону бросать не хочется, блин, вот этому титанчику сбить бы, если честно, купол. Попробуем это поймать. Уууу, хорошо Залетает креточек Вот именно в такие моменты Срабатывает максимальная Дизмораль у противника Вот в такие моменты Вы дизморалите и Уничтожаете нервы Любому игроку Меня, например, это очень сильно Раздражает, прям очень сильно Вот когда тебе вот так вот сбивают овердрайв И ты как бы, ну думаешь Что ты уже все сделал грамотно Уже прожимаешься на фулл хп У тебя есть все И тут залетает вот этот вот молд с оглушением Я понимаю его сейчас чувства И он думает где его овердрайв Может быть даже сейчас мне напишет что-нибудь в чат Что-нибудь какие-нибудь оскорбления Может даже залетят сейчас Или может не залетят Либо он просто в фулл тилд встал сразу АФК И думает боже что мне делать в этой игре Куда делся мой овердрайв И будет сейчас писать Ореху о том Что у него овердрайв просто украли Когда он его прожимал И он даже не понял что произошло Так ну а мы врываем в последнюю ластовую доставочку Прожмем еще вот такой вот оудик В добавлялову И делаем седьмую доставку В рамках этого боя И шикарнейшим образом Заканчиваем эту катку Получаем 7000 кристаллов 30 киллов и 1000 очков Я считаю что это максимально грамотная Эффективная и четкая реализация Этого молота И на 100% Это одно из самых бесячих И самых Разрывающих Уканы Устройств В нашей игре Пишите что вы думаете По поводу этого устройства Играли ли вы на нем Не играли ли вы Как вам оно вообще смотрится По видосу По игре в целом Обязательно поддержьте данный видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Но у меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока